Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю и дам свой ответ. Здравствуйте, Галина. Подписалась на ваш канал с тех пор, как начала работать в Турции. Было интересно узнать о культуре, традициях, менталитете местных. Вы настолько интересно рассказываете, что два года я не пропустила ни одного вашего видео. И неважно, на какую тематику. Большое вам спасибо. Очень приятно. Спасибо вам за такой прекрасный канал. Теперь поведаю и свою историю. Она, конечно, не о Турции, но ваше мнение как психолога мне было бы интересно. Я была бы рада услышать мнение со стороны. Так уж случилось, что по окончанию вуза я не нашла себя в своей профессии и была вынуждена работать в отелях за рубежом. Первый раз работала в Турции. Настолько понравилось, что по окончанию контракта я мечтала остаться там на ПМЖ. Даже мне тогда мужчины там казались лучшими, чем у меня на родине. Далее вся эта ситуация с пандемией, с закрытием границ для РФ и вместо Турции меня занесло в Болгарию. За те три месяца работы в Болгарии, казалось, прошло семь кругов ада. В процессе работы я понимала, что это все несерьезно. Пора завязывать с этими поездками. Хочется вести более оседлый образ жизни. Хочется семью, какой-то стабильности. И вдруг, как по мгновению судьбы, свой последний рабочий день в Болгарии, я познакомилась со своим земляком. Как-то сразу у нас завязалось легкое общение, разговоры. И мы так проболтали с ним два с половиной часа. Настолько легко мне с ним было, что и время не заметило, как пролетело. Он меня особенно поразил, когда оставил мне достаточно приличную сумму Чивых. Все время казалось, что наши мужчины жадные, раньше я так думала, легкомысленные и вообще не способны ни на какие широкие жесты. Попросил мой номер телефона. Я, понятное дело, телефон его не взяла. Ну, думаю, напишет или позвонит сам, если надо будет. Сколько было мыслей за те три недели, пока он таки со мной связался. В общем, встретились мы на родине. Я понимаю, что нету той искры, которая была при знакомстве. В ходе свидания выяснилось, что между нами возрастная яма в 19 лет. И вообще непонятно, как с этим быть. Две недели были просто детели тишины. После чего мы поехали в путешествие по Европе машиной. Как оказалось, он затеял это специально, чтобы провести больше времени со мной. Конечно, в эмоциональном плане мы друг друга настолько подпитываем, что разница блекнет. Но потом мысли покоя не дают. А что же дальше? Пока ему 43, а мне 24, все здорово. Но он-то не молодеет. Хотя психологический возраст у него, как у моих сверстников, такое чувство. Возможно, забить на разницу и быть счастливыми в моменте. Но как только думаю о будущем, становится страшно. А в чем же вопрос, да? Ко мне как такового, честно говоря, вопроса-то нет. Как я должна на это письмо, да, отреагировать? Ну окей, давайте тогда будем думать, что ваш вопрос заключается в том, что... Как мне поступать? Забить на разницу и быть счастливым в моменте? Или... Ну становится страшно, да? Или прервать общение? Я на что хочу здесь обратить первое ваше внимание. Когда мы встретились на родине, я понимаю, что нету той искры, которая была при знакомстве. Вот здесь точка, можно останавливать. Очень сжатое письмо в плане неразвернутой на эмоции, чувства, чтобы понять, что там вами руководить, да, о чем вы думаете. Почему это важно? Почему этого нет? Вам хочется что-то скрыть. Мне вообще дело, если мне кажется, письмо просто называется, да, разница в возрасте, 19 лет. Здесь дело не разница в возрасте, не в 19 годах. Это такой, знаете, большой камень преткновения, который могут вызвать осуждения в обществе, у родственников, вопросы, какие-то кто-то задавать, друзья могут. Но по факту цифры, только цифры. Вот как я себя ощущаю с человеком, как мне с ним хорошо. Недаром есть, которые в 20 лет реально мудрые и такие умные вещи загоняют. Ты сидишь, рот открыт, да, а есть такие там 50-летние тети, дяди, блин, просто, простите, пробка, сиди, я сам открою, да, просто с человеком поговорить не о чем. Никакой ни жизненной хитрости, ни мудрости, ни там образования, вообще двух слов человек связать не можешь, с ним неинтересно. То есть и дело вообще не в возрасте. Да, он не молодец, но душой-то он мой ровесник примерно, ну и окей. То есть я считаю, что здесь вопрос не в возрасте, а в том, что в реальной жизни, когда мы с ним встретились не в Болгарии, а в России, на свидание, нет искры. Вот и все. И я сейчас, какие-то моменты потребности он мои закрывает. Я так думаю, что он закрывает материальную потребность. Он может там, мы поехали в путешествие в Европу, это денежки, правильно, я думаю, что он где-то там за что-то за вас платит, он мне оставил хорошие чавы, вы это тоже отметили. То есть вот этот финансовый вопрос для вас довольно-таки немаловажный. И это нормально, каждый там делает как бы свой выбор, да, на что обращать внимание. Он вам закрывает какие-то потребности, но искры нету. Это говорит о том, что человек вам, скорее всего, не подошел, как-то не нравится, что-то не клеится. Соответственно, это не мое. Но он мне закрывает какие-то потребности. То есть на самом деле 19 лет разницы – это камень преткновения, который первый у вас такой на поверхности. На самом деле здесь все глубже, просто нет симпатии, просто он не нравится. И вы себе боитесь в этом признаться, потому что он очень хорошо перекрывает финансовую, возможно, потребность, еще какие-то там потребности, возможно, защиты, протекции и так далее. Но искры у меня нет. Нет влюбленности, бабочек в животе и так далее. Все очень просто, вам же выбор делать правильно, оставаться с ним или нет, продолжать отношения. Я просто здесь вижу, что у вас не было слова ни любовь, ни влюбленность, ни симпатия, а была фраза о том, что нет искры. Ну вот и все. Так что будут ли эти отношения здоровыми, если они остаются? Я скажу это под вопросом у меня. Почему? Потому что отношения, я вам раньше говорила, которые для закрытия потребности, они нездоровые. Эти отношения живут, пока закрывается потребность. Если она закроется или исчезнет, перерастет человек эту потребность, просто она поменяется на какую-то другую. Отношения сами собой разваливаются тогда. Нет в них их скрепляющая звена, это потребность, которую человек реализовывает в этих отношениях. Если мы говорим о здоровых отношениях, счастливом, где есть последствия такое, как любовь-счастье, эти отношения без потребности. Просто люблю за то, что ты есть. Просто мне все в тебе нравится, мне все хорошо. И вот тогда, когда мы рассуждаем такими категориями, у нас нет вопросов к возрасту, к разнице, к искре. Потому что в таких отношениях искра есть, потому что есть влюбленность, чувства и так далее. Мне вообще наплевать тогда, море по колено. Я люблю человека, я буду с ним, мне хоть 30, 40, 50 лет разница, никакой разницы нет. Вот в чем дело. То есть это я вам как бы намекаю, что как быть счастливой с человеком, с которым что-то не нравится. Дело даже не в возрасте, а в том, что нет этой искры, влюбленности, нет этой химии. А скорее всего человек просто вам в чем-то удобен, закрывает ваши потребности, хорошо, удобно и все. Но любви искры нет. Это не любовь, скорее всего, да. То есть, как говорится, любив все возрасты, покорны. Возраст — это чисто цифры и наши ощущения себя. И даже люди, которые с собой довольны, с собой в гармонии живут, в принятии себя, их возраст ты никогда не считаешь. Не то, что они там хорошо ухоженно выглядят. Они выглядят гораздо моложе, энергичнее, чем их циферки в паспорте. И есть молодые, которые с вот такими угрюмыми рожами, вечно недовольны. Я их называю кислорожи, да, такие люди, которым все не так, все плохо, или они агрессивные. Они сами с собой недовольны. И так смотришь и думаешь, девушке 27 лет, а она выглядит на 47 лет. Да, блин, потому что она вот такая ненавидящая сама себя и вот такая гнилая внутри. Это чисто условность возраста. Если вас волнует вопрос вообще о разнице 19 лет, фигня полная, не обращайте на это внимание. Если вам с человеком хорошо. Но здесь вопрос в том, что вам с ним нехорошо. Девочки, какие выводы, что вы скажете на эту тему? Потому что тема довольно-таки интересная. На что бы вы обратили внимание в этой истории? Если вы хотите мою консультацию как психолога, пожалуйста, в инфобоксе под видео остается моя всегда почта. Напишите в теме письма консультация. Если вы хотите так же, как аноним, прислать свою историю для публикации на канале, в теме письма пишите историю от анонима. Буду очень благодарна вашим лайкам, подпискам на канал, распространению видео в соцсетях, побольше активности. Спасибо вам за это большое. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok